Больше тысячи самарских малышей вскоре смогут пойти в детсады. Очередь дошкольных учреждений сократится после того, как в городе откроют три новых садика – Наратнера, Ташкентской и Алма-Атинской. Последний в передовиках, готов почти наполовину. Сейчас там занимаются утеплением фасада и внутренней отделкой. Новые учреждения строятся, чтобы в кратчайшие сроки достичь целей национального проекта «Демография». Кроме строительства новых, капитально отремонтируют четыре уже существующих детских сада. Почти 30 миллионов субсидий выделены на оснащение помещений детских садов и школ необходимым инвентарем. Проводится подбор поставщиков, направлен запрос коммерческих предложений, а также осуществляется подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Завершить закупку планируется до конца третьего квартала текущего года. Однако покупка оборудования нужна не во всех случаях. Например, для детского сада на улице Ратнера все необходимое закупили еще в 2018 году. В порядок приведут и дошкольные учреждения на проспекте Карла Маркса. «У нас с вами срок контракта в любом случае 31 декабря. Срок сдачи не меняется, конечно». До конца этой недели планируют заключить контракт на проведение ремонтных работ в саду на улице Ново-Вокзальная. Реконструируют также дошкольные учреждения на улице Степана Разина. На ремонт потратят больше 30 миллионов рублей. Сейчас готовят документы для аукциона, где выберут подрядчика. 55-й детский сад на Алексея Толстого объединят с 56-м. Тем самым в городе появится большой детский центр с 75-ю дополнительными местами в ясельных группах. Работы там хотят начать уже на этой неделе. «И таким образом значение показателей 41,5 заявленных в паспорте будет достигнуто. Но весь вопрос, что до декабря месяца все эти работы будут выполнены». «Вариантов нет, они должны быть выполнены». В Самаре работают больше 30 групп кратковременного пребывания для малышей до 3 лет на базе детских садов, чтобы молодые мамы могли найти работу. Сегодня такие группы посещают почти 100 детей. «В соответствии с протоколом оперативного совещания от 10 июля прорабатывается вопрос об использовании помещений на первых этажах жилых зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста». Детские центры в жилых домах окажутся лучшей альтернативой торговых точек, что расположены сейчас в большей части из них. Их появление жители воспринимают более радушно. «Должны появиться детские центры, где будут заниматься малыши. По мнению властей, такая инициатива решит сразу две проблемы. Местные жители перестанут жаловаться на шум и грязь, а появление детских центров возможно вдохновить самарцев на новые демографические подвиги». «Бывает по ночам тут пьяные голоса, орут мужики, матерятся. Вот у нас пятый этаж у меня, и все равно слышно». «Вместо магазина открывать дополнительные детские центры, чтобы малыши ходили». «А, это хорошо. Ну и, конечно, шум. Они же здесь варят его, поэтому. Я не знаю, как на втором этаже люди живут, я не знаю. Ну, ванищи бывают». «Вместо таких магазинов открывать детские центры, чтобы дополнительные места были?» «Лучше, конечно, намного, чтобы дети были, конечно, чем-то занятыми». Документы по этой инициативе готовы и отправлены на согласование в областное министерство образования и Роспотребнадзор. Мария Леевна, Дмитрий Мешканцов. События.